28 ноября в историко-культурном центре состоялась краеведческая конференция, посвященная 355-летию Свято-Екатерининского мужского монастыря. За годы существования обитель многое пережила – упадок и расцвет, поругание и возрождение. Обо всем этом и шла речь на семинаре «Слово Людмиле Медведевой». В работе краеведческой конференции, посвященной 355-летию Свято-Екатерининского мужского монастыря, приняли участие представители Русской Православной Церкви, Управление образованием молодежи, преподаватели, учащиеся школ, краеведы, научные сотрудники. Глава района Сергей Кошман, поздравляя собравшихся с юбилеем монастыря, отметил, что обитель стала отражением многих событий и до сих пор является предметом изучения. Свято-Екатерининское искусство – это символ нашей веры, символ терпимого отношения ко всем людьмам. Кстати, в прошлом году мы праздновали 20 битвей возрождение нашей обители. Доклады выступающих и были посвящены историческим вехам монастыря. Мой доклад посвящен настоятелям Екатерининской пустыни с середины 18 века до начала 20-го я рассматриваю их судьбы, их вклад в развитие обители, то, что они внесли полезного, что построили. Годы расцвета Екатерининской пустыни приходятся на года настоятельства игумена Мелхиседека. При нем возведены прекрасные, представляющие архитектурную ценность соборы. Трагедия разыгралась с наступления 20-го века. В годы репрессии в стенах храмов разместили тюрьму для политзаключенных, и все созданное за многие годы было разрушено. Настолько он был разрушен, настолько, что там можно было заходить в любое отверстие этого храма, во все пять пределов. А сейчас, конечно, вот первый храм, первый, который самый большой, то его не узнать. Возрождение монастыря началось в 90-е годы, когда он был возвращен к православной церкви. На протяжении 20 лет шли восстановительные работы. Конечно, трудами многих наших жителей города Литвов и района обидеть была восстановлена. Особую благодарность, надо сказать, администрации нашего района и города, которые во все дни, начиная с 92-го года, обращала внимание на то, как идут дела. Сейчас обитель живет полнокромной жизнью. Храмы восстановлены, в них проходят богослужения. При монастыре действует воскресная школа, швейная мастерская. Его посещают паломники. Настоятель, владыка Тихон, продолжает и дальнейшее его развитие. В этом году ту задачу, которую поставил нам высокопреосвященнейший владыка митрополит Ювеналий Крутицкий-Коломенский, мы исполнили здание богодельни, где будут размещаться архиереи, ушедшие на покой, выстроены. Останется сделать нам отделку этого здания и вести в эксплуатацию. Краеведческая конференция открыла череду праздничных мероприятий, посвященных 355-летию Свято-Екатерининского мужского монастыря. Людмила Медведева, Алексей Ильин и Елена Кошлева. Видное ТВ.